Рубль в России усиливает падение. Его снижение потянет за собой повышение цен. Уже осенью 2023-го цены взлетят во всех сферах, где используется импортное сырье и импортные комплектующие, а также технологические линии. До 85% рынок лекарственных препаратов РФ зависит от импортных субстанций, а сырье могут выпускать не более десятка фирм. Только за первое полугодие текущие цены выросли от 40 до 100%. В сентябре сокращается компенсация нефтяников за то, что экспортная цена на топливо превышает цену на внутреннем рынке. Если такого возмещения не будет, то цена на бензин вырастет. Изменятся ценники среди бытовой техники. Ее закупочные цены увеличиваются до 15%. В пределах 10% увеличится стоимость алкогольных напитков, а в 2024 году акциз на алкоголь вгрозит с 613 до 643 рублей за литр. Что касается автомобилей, представители отрасли говорят о текущем подорожании машин на 5%, а в будущем на 15%. Подорожание автомобилей потянет за собой повышение цен других отраслей и услуг, к примеру, такси. Цены поднялись и на стройматериалы. С начала года они увеличились на 11%, а к осени могут подскочить еще на 10-15%. Все из-за того, что выпуск половины видов основных стройматериалов на 70%, а в некоторых случаях на 100% зависит от западного оборудования. Для многих категорий требуется зарубежное сырье. Субтитры создавал DimaTorzok